Отдельной темой обсуждения форума стали проблемы печатных масс-медиа. За последний год риторика значительно изменилась. На прошлом форуме ключевым вопросом была подписка на печатные СМИ. О чем больше говорили в этот раз, расскажут наши корреспонденты. В прошлом году многие эксперты, выступавшие с докладами, пророчили печатным СМИ как минимум глубокий кризис. Некоторые и вовсе утверждали, что в ближайшие годы газеты исчезнут в принципе. Прогнозы не сбылись, количество подписчиков не падает. И теперь как самих издателей, так и крымчан волнует другой вопрос. Как доставить газеты до читателя? Прогнозы были крайне катастрофическими. Если вы послушаете, как идет разговор сегодня. Сегодня разговор идет о том, что почта медленно оставляет газеты для журнала, что почтальоны не дорабатывают. Увеличится ли подписка на 2% или она останется на прежнем уровне. Но здесь уже совершенно нет тех катастрофических ноток, которые звучали в прошлом году. Крымский профильный министр Дмитрий Полонский отметил, что проблема с качеством работы отделений Почты России известна. И как раз нынешний форум должен дать импульс в решении этого вопроса. Нужно не только строить планы и обсуждать перспективы. Да, к сожалению, сегодня большинство печатных СМИ полуострова констатируют проблему в своих взаимоотношениях с Почтой России именно с точки зрения своевременности доставки печатных средств массовой информации до своих подписчиков. Поэтому эту проблему мы сегодня озвучили. Были авторитетные руководители Почты России. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Напомним, в конце сентября редакторы нескольких крымских газет открыто высказали недовольство в адрес Почты Крыма из-за больших задержек с доставкой продукции. Поддержали это мнение и крымчане. Последний номер от 31 августа получила 12 сентября. И здесь есть такие горькие слова. Спасибо, но я уже никогда не подпишу ваше издание. Ну вот как я должна реагировать? В ответ на открытое письмо редактора, в исполняющей обязанности руководителя Почты Крыма Ирина Принь заявила, что проблемы как таковой нет. Аналогичное письмо тогда отправили в адрес Минкомсвязи России. Виталий Попач, Артём Артёменко, Алексей Романов. Время новостей Алушта.